Извините, по-русски я не говорю. Мои некоторые друзья по-русски говорят, но у меня на это, к сожалению, мозгов не понравится. Я буду молиться, чтобы в следующей жизни у меня были лучшие мозги. Процесс реинкарнации и кармы – это две вещи, которые очень тесно связаны, как вы вероятно знаете. И то, чем мы наслаждаемся, то есть страдаем сейчас, является непосредственным следствием наших поступков. Мои находки на протяжении 25-30 лет подтверждают это. Иногда, когда человек, который проводит тяжелую страду, или он пройдет через какую-то хорошее состояние в своей жизни, или, может быть, у него есть какие-то проблемы с физической или ментальной здоровьей, и, может быть, если есть Бог, то он не очень компасширен. Иногда случается так, что у людей бывают очень тяжелые периоды жизни, ужасные страдания, еще какой-то тихий ад, то может показаться, что или Бога нет, или жил несправедлив. Но это на самом деле не так. Все, что происходит с нами – это творение наших собственных рук. Поэтому наши поступки, наши отношения, то, как мы общаемся с другими, имеют очень большое влияние на то будущее, которое придет к нам. Все религиозные методы говорят о морали, о религиозности, о смирении и других замечательных качествах, которые должны развивать себе люди. И в некоторых из этих религиозных процессах говорится, что те, кто верующий, те, кто так начали себя ведут определенным образом, после смерти отправляются в определенные места. А в некоторых случаях говорится, что вы отправитесь в плохие места, навечно. Но это на самом деле не так. На самом деле существуют и рай, и ад. Но они также временные места, как и весь этот материальный мир времени. За пределами этих временных духовных и материальных обитий, то есть этой райской и адской обитий, или же духовный мир. Откуда на самом деле мы все пришли. И причина, по которой мы не умираем во время смерти, заключается в том, что мы в действительности вечны. И это доказательство того, что мы пришли из этого вечного места. Душа, то есть, собственно, мы исполнены радости. Душа есть полное знание и блаженство. Но это покров, который покрывает душу, это физическое футляр времени и исполнено страданием. То есть, я не собираюсь тут устраивать какую-то проповедь, и вы не для этого сюда пришли, конечно же. То есть, верующие вы или не верующие, все люди подвержены этим законам. Поэтому мы не погибаем, когда погибает тело. И это не просто какая-то сентиментальная мысль, чтобы утешить страждущих. Это динамический принцип вечности. И у каждого из вас были миллионы и миллионы жизней. В бесчисленных формах жизни и минералы, и растения, и животные, и рыбы. То есть, мы были практически везде повсюду. И не только на этой одной планете. Мы были на множестве планет и выше, и ниже. Даже на планетах типа Солнца и Луны. Что для нас кажется непостижимым. Но мы воспринимаем эти планеты через три измерения. А Вселенная на самом деле имеет гораздо-гораздо больше измерений. Когда человек возвышает свое сознание, он может воспринимать многие из этих вещей. Получить глубокое понимание того, кто они и что они. И это те вещи, которые мы будем обсуждать сегодня вечером. И я благодарю вас за то, что вы решили потратить этот вечер в холодную погоду. Чтобы уделить внимание на таком уголцу, как я. Я не являюсь кем-то высоким интеллектуалом. И хотя я твердо иду по своему духовному пути, я не фанатик. То, что я постараюсь вам дать сегодня вечером, это информация. Поэтому, если вы принадлежите к какой-то вере. Я уверен, что если вы будете слушать мои слова с открытым сердцем, вы не почувствуете, что на вас нападают или что какие-то противоречия есть. Если вы атеист. Если вы атеист. Это было бы здорово, если вам доказали противоположное. Потому что приятно, что жизнь не кончается в двух метрах под землей, в этой промерзшей, холодной российской почве. И я подумал, что это все полная чепуха, полный вдор. Когда померла, так померла. Поэтому мы должны жить на полную катушку и получать максимум удовольствия во что бы то ни стало. Я сказал, хорошо, но я все равно в выигрыше, даже если вы правы. Он сказал, а это как? Если вы правы, то мы погибаем в момент смерти и мне нечего терять и вам нечего терять. Несмотря на это, даже несмотря на то, что я всю жизнь свою поспитил духовному пути, мне это очень нравится. Ничуть не меньше, чем те, чем вам нравится жить вашей жизни. И если вы правы, то мы просто исчезнем. Но если вы не правы, а я прав, то у вас проблемы. Потому что вы не будете готовы к тому, что должно быть прийти. То есть все, о чем вы говорите, это информация, это те вещи, которые я лично усвоил, которые я лично испытал сам. И затем, то есть я постараюсь дать вам личный опыт переживания текущим. То есть мой опыт, пока даже где-то 50-70% будут что-то почувствуют и решат, что-то ощутят реально. Просто это не идеальная ситуация, массовый вариант, групповый вариант. Но мы постараемся все сделать самым лучшим образом. Но я надеюсь, что вы сможете получить опыт, который будет для вас полезным. Но я надеюсь, что вы сможете получить опыт, который будет для вас полезным. То есть первый человек, с которыми проводил сеанс регресса в вашей жизни, это была одна девушка, у которой был какой-то множественный склероз, я не знаю, есть ли русский рост? Российский рост. А, Российский рост. То есть вы знаете, что это довольно отвратительная болезнь. То есть я в тот момент как раз только-только расстался со своей карьерой поп-музыки. И я открыл такой сведительский центр. То есть я там продавал разные травы, занимался рефлексотерапией, массаж делал, такие вещи. И я стал открывать свои двери, то есть приложать себе разных мистиков, которые со всей стороны связались. То есть мы с ним разговаривали на разные темы. И к тому моменту я видел, как один из таких людей проводил сеанс регрессии. Я не то, что я был особенно убежден всем этим. Но я на самом деле в этом участие не принимал, просто наблюдал со стороны, потому что я не очень-то ему доверял. Я запомнил те методики, которыми он пользовался. Они были довольно просты. На самом деле кто-то может делать эту регрессию. На самом деле кто-то может делать эту регрессию. И артисы обладают информацией, которую вы получаете, когда вы там. То есть хитрый суть в том, что нужно уметь знать, что делать с той информацией, которая приходит. И в течении жизни, то есть у меня стали привязываться такой инстинкт, чувство будущего и понимание вещей того, что правильно, что неправильно. Я тоже, конечно, все время что-то придумываю, что-то для чего-то. То есть какие-то моменты догадки, всякие донышки. Я надеюсь, что это все равно вам не очень будет неприятно от этого. По крайней мере, эта девушка, у меня было ощущение того, что ни массаж, ни рефлексотерапия не помогут. Я сказала, что ты приходишь к мне каждую неделю, мы делаем все это, но она никогда не излечит вашу рассеянную склероз. На золотой день и полксия мне просто нравится с вами общаться. Я сказала, что я думаю, что ваша проблема в том, что у вас было какое-то потрясение, какой-то шок, и есть что-то такое, которое записывается в вашей нервной системе. И тогда у него что-то рука плохо работала, и нога тоже ногу, то есть как-то волочила ногу. Это совершенно жуткая болезнь. В общем, я сказала, что у вас есть травматическое отношение, или у вас есть плохая birth, или у вас дети родились с компликацией. Я спросил ей так много вещей, как раз я могла, и она сказала, что нет, нет. И я стал задавать ей вопросы, делали ли у вас какие-то травмы, или, может быть, трудные роды были, или что-то там в семье с браком случилось, или еще что-то. И она все время отвечала, что нет, 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 нет. Я сказал, что тогда этот шок должен был в хорошей жизни. Я решил притвориться, что я умею это делать. Я спросил, что ты мне веришь? И она сказала, что да. Я сказал, что мы вернемся в плохую жизнь. Так что я вам просто правду рассказываю. Она отправилась туда, и она оказалась хорошим клиентом. Некоторые люди входят в то, что мы называем легкий транс. И они получают образы с прошлой жизни, с прошлого существования. Но это, да, не такие легкие, тонкие. Но она погрузилась очень глубоко в такой, в основном эмулический транс, в очень глубокий тип того, знаете, как эти лунатики ходят тип того. То есть такие люди – это просто мечта психотерапевта. Потому что это у нее, то есть можно очень много, очень много всяких вещей разгрести за один раз, за один сеанс. И она погрузилась туда, то есть перешла в жизнь какого-то американского индейца. Она очень много описывала, то есть какая там была жизнь кругом, было очень интересно. И она описывала, как их мужчины, их племя, они отправились куда-то на охоту из этой деревни. То есть и в это время напала другое племя, они там начали изнасиловать всех женщин. То есть в нее, она в живот получила около шести стрел. То есть, да, насилили. То есть в то время в стране, в Англии было всего может быть два или три человека, которые пробовали делать что-то с регрессией. Поэтому в те времена еще не было особенно известно про это все. И несомненно не было терапевтов, которые могли помогать людям с помощью этих методик. Возможно, я, то есть, скорее всего, был, наверное, первым антикотерапевтом, который занимается использованием технической регрессии. То есть, когда вы умираете, то ваше грубое тело, то оно лежит, а тонкое тело, то есть имеет такую же форму, оно отделяется и уплывает в момент смерти. И тонкое тело состоит из более тонких ингредиентов, чем эти группы, которые мы видим. Ум и разум, эмоции, они все находятся в тонком теле. Они забираются в душу. Душа находится в воздушных потоках в праве сердца. Существует пять видов воздушных потоков, которые функционируют теле и регулируют его функции. Таким образом, так или иначе, грубое тело остается, тонко выплывает и отправляется к следующему местному назначению. Я сказал ей, что я хочу, чтобы ты оставила весь этот шок, весь этот ужас, который там, в старом теле, потому что она тебе больше не нужна. Таким образом, в этом состоянии, она была очень комфортная и просто вздохнула, и просто вздохнула, и все это оставила. В общем, она вернулась, и она была немного вшелась, и я, потому что я должен был притворен, что я делал все это все время. И я видел сотни этих вещей. В общем, она пришла в просмотр, и она была немного потрясена, и я тоже был потрясен, потому что мне нужно было притвориться, что я это делал уже, по крайней мере, сотни раз. Что это обычное дело. Все нормально, все нормально, все хорошо, все хорошо. И она была довольна, хотя немножко таком забежателе находилась, но она ушла. И я ее три месяца после этого не видел, а до этого она ходила каждую неделю. И я начал беспокоиться, она не умерла случайно, может, я ее убил каким-то образом. То есть, каждая неделю она не приходила и не приходила, и моя жена пришла, когда я спросил, не знает, что с ней случилось, может, она с ней может поговорить. Вы знаете, как если мы какое-то чувство вины испытываем, то что там такого она не придумывает. И однажды вечером, когда я собирался уже закрывать свой центр, я увидел, вдруг внезапно за дверью стоит ее отец, с такой хмурой физиономией. И в руках лежал толстый конверт. Я подумал, точно это из полиции. Я что-то ужасное сделал. Я только что оставил карьеру успешного рок-музыканта, и теперь я занялся этим ценительством, и теперь с этим покончено. И поскольку я был настоящим героем, я сказал, Женя, а может быть, ты с ним поговоришь? Да нет, сам иди. И она прошла в заднюю комнату, то ли рис отмеривать, то ли еще что-то такое. И потом вошел в центр, и мое сердце колотилось. Примерно так. И он просто впихнул мне в руки этот конверт, сказал, не пытайтесь мне его отдать, иначе я что-то больше сразу не беру. Я не испугался, мы с тобой с женой приходили, ты открывай, нет, ты открывай, нет, ты открывай. Так, поскольку девушки всегда побеждают, я его открыл. И у него было 100 фунтов, 5-фунтовыми банкнотами. И что для 1981 года было очень крупной суммой. И там написано, Джон, спасибо вам большое за то, что вы вылечили маму и дочь. После того сеанса она чувствовала себя гораздо лучше, настолько, что в руки и ноги вернула жизнь, настолько, что когда было исследование в больнице, сказали, что болезни нет. Таким образом, случайно я открыл, обнаружил вот эту терапию прошлой жизни. Но я не занимался этим через некоторое время после этого, потому что для меня был такой травматический опыт, потому что я толком не умел это делать. После этого я прошел курсы об обучении в гипнозе, гипнозе и другим породным вещам. И после того, как я изучал различные священные писания разных религий мира. И я встретился с Бхагават-гитой, который рассказывал об этом опыте. И в Бхагават-гитой есть множество стихов, где Кришна говорит Арджуне о бессмертии души, о том, что мы продолжаем жить в то время как тело погибает. И потом, как воздух, как аромат цветка переносит с одного места в другой, точно так же как душа переносит с одного места в другой. И там говорится, что подобно тому, как человек оставляет старые изношенные одежды и одевает новые, то есть душа оставляет старое тело, старое беспресное тело и приняет новое. Я принял это. Но там были некоторые вещи в Гейте, которые я не мог принять. Там говорится о том, что если человек неправильно пользуется человеческой формой жизни, то он может деградировать и опуститься в более низкие формы жизни. Что касается меня, я в абсолютной уверенности в том, что душа переносит все выше и выше и выше, что она улучшается с каждым рождением. Но это постановление противоречиво моим представлениям. Я подумал, что в конце концов книги уже устаревшие. То есть Кришне нужно было что-нибудь новенькому научиться, поэтому я не мог с этим согласиться. Но каждый раз, когда со мной что-то подобное происходило, то есть когда у меня были подобные мысли, со мной что-то такое случалось. Так что я убеждался в обратном. И не только какие-то греховные, то есть какие-то деградирующие поступки нас могут перенести в низшие формы жизни, но и даже привязанность, какие-то просто обычные привязанности к тем или иным формам жизни могут привести нас туда. Как есть история об одном великом мудреце, который долгое время сидел в трансе в лесу погружен на медитацию, буквально там в двух миллиметрах от совершенства. То есть там бежала олениха, и то есть ее подстрелили, и она разродилась олененком. И поэтому он, в том числе, в трансе, он увидел этого маленького бедного линого, о котором не к кому было заботиться, потому что его мать погибла. И поскольку подобные такие люди имеют мягкое сердце, он естественно подумал, о бедный несчастный олень, что с ним случится, я должен о нем позаботиться. И то есть этот олень стал его ручным оленем, и в момент смерти он все время думал, кто будет заботиться об олененке, кто будет заботиться об олене. И он говорит, что в результате этого, то есть эти мысли, они привели его в тело оленя, и в течение следующей жизни, одной жизни, жил тело оленя. Я подумал, что это просто не был насмех. Эта женщина пришла, конечно же, тем, чтобы просить курить. Она была владельцем пирожки. И она была очень хорошим клиентом, поэтому я смог отучить ее от курения за один сеанс. Я сказала, что я прекрасно чувствую, курить не хочу. А может, вы еще что-нибудь сделаете? Давайте спрошу жизнь. Попробуем ходить, попробуем. Я сказала, что вы любите. Я сказала, что вы любите. И она просто отправилась в прошлое. И, к моему удивлению, потому что это был первый случай с прошлой животной формой жизни, она была черной лошадью. Ага, ну вот я сейчас отправлю жизнь до этого. Сейчас я просто убежусь в том, что она была еще более низкому уровню в животном. Потому что я думаю, что душа переходит в более высокую форму жизни, пока она не получит человеческую форму. То есть, может быть, она была какой-нибудь овцой или собакой или еще что-нибудь. То есть я смогу доказать, что неправильная. И я отправил ее еще при предшествующей рождении, и, к моему удивлению, она оказалась женщиной, которая жила на западе Англии. И она говорила с таким очень характерным акцентом, который из тех провинций идет. Иногда люди говорят вот именно теми словами, которые связаны с тем термином, то есть обычно говорят. И я попросил про нее рассказать историю жизни, и она рассказала, это была во времена индустриальной промышленной революции, когда люди из деревень перебирались города, потому что им обещали там золотые горы. И она оставила свою деревенскую жизнь, и потом в 60-60 лет она работала просто горничной служанкой. То есть она там приносила какие-то вещи на второй этаж, поднимала, спускала, то есть вот такое. И в конце жизни, когда она умирала, то есть в той жизни, я попросил ее рассказать, о чем она думает. Помните, что в Гите говорили, что в Гите говорили, что ваше сознание в момент смерти проявляет ваше следующее назначение. И она стала говорить таким очень сильным западным акцентом. Я спросил, о чем вы думаете? Она сказала, я думаю о деревне. Я сказала, о чем-то может быть конкретным. Она сказала, да, там очаровательные черные лошади. Она была просто потрясена за волосы. И она была просто потрясена за волосы. И она потом вновь ваше следующее время. Она была в полной жизни. То есть как черная лошадь, а затем вернулась назад в человеческую жизнь. Еще одна простая история. Там была крестьянная женщина, которая пришла. И она была фанатичной человеком. Но она сказала, что против моих лучших желаниях я приду в этот магазин. Потому что я желаю получить помощь. То есть в другой случае я была связана с одной женщиной. Я была крестьянка, причем она такая очень фанатичная. Она сказала. То есть я против своего желания иду в это отвратительное место. Какому-то непонятному целителю. Но просто у меня уже совсем плохо. Поэтому я готова на все. Я сказала, о не беспокойтесь. Ваши деньги не отличаются ничем от денег любого другого человека. Она сказала, я просто отчаянно хочу бросить курить. И я готова даже воспользоваться услугами такого типа, как Вы. Так иначе я отучил его курить. Она сказала, вы наверное сможете помочь моему сыну. Я спросила, а что он тоже хочет бросить курить? Нет, ему всего двенадцать лет. Я сказала, а в чем у него проблема? Он не ест мясо. Я сказала, ну хорошо, просто прекрасно. Ты же крестьянка, не убей. И мы начали спорить. И я не буду это сейчас принимать. Но в конце, в общем, я пришел к ней в гости. И я сидела с ее мужем и ее. И после того, как сын пришел, она мне рассказала. Я спросил о его сыне. Он был Андреем. Мы там сидели. Перед тем, как ее сын вошел, мы вместе с ней. Он расспрашивал ее и ее муж по поводу того, что там было. В общем, там и психотерапевты, и социальные работники, и персоналы школы, все пытались его как-то заставить есть мясо. Он ел только белый хлеб. Милки-вэй. Милки-вэй. Вы знаете, это что такое? Милки-вэй. И какие-то кукурузные хлопочки. В общем, в 12 лет он был очень счастлив. В 12 лет ему нравится. То есть всем это нравится. Я не знаю, это уместно или нет, но когда ему было два года, он говорил, что Бог к нему пришел, потом уже говорил, чтобы я мясо не ел. Он сказал, что это потрясающе. Я с нетерпением хочу увидеть вашего мальчика. И когда он пришел, он сказал, что Андрей, Бог сказал тебе, что мясо не есть? Он сказал, что нет. Он сказал, что нет. Это отвратительная вещь, я его сам не ел. Извините. Так и речи. Я сказал ему, что если ты мне поверишь, и уделишь мне полчаса, то я сделаю так, что твой папа и мама отстанут тебя на реке. Он сказал, что хорошо. Вы знаете, дети любят делать то, чтобы их родители от их отстали. Я его ввел в транс, и он был очень хорошим клиентом. Сперва его отправил в то время, когда ему было два года. И он начал говорить, как маленький мальчик. Он сказал, что я лежу в колясочке. И засыпаю. Я сказал, что хорошо. Ты можешь спать, но ты все равно можешь со мной общаться. Я сказал, что отправляйся в то время, когда ты слышишь какие-то особые вещи. Он сказал, что я слышу. Он сказал, что Бог со мной говорит. Я спросил, что он говорит. Затем пытался сделать его голос глубокий, как Бог. Как можно вопротить себе, какой должен был быть у Бога. Ты знаешь, Андрей? Я не знаю, что нет. Ты знаешь, Андрей? Я не считаю, что мессоизнь — это правильная вещь. Однако я оставлю тебя. Это твоя жизнь. Я подумал, ну надо же. И я получил какой-то инсайт с этой девушкой с рассеянным склерозом. Я знал, что в конце предшествующей жизни там должен был ответ находиться. Но я не могу его туда, потому что мне нужно было получить разрешение его родителей. Они мне что-то не разрешили, потому что они были фанатиками. То есть они и так думали, что я не ангел, а я дьявол. Поэтому я решил схулиганить. Я спросил, Андрей, тебе сколько лет? Он сказал, ну вот тот Андрей, мне два года. Я сказал, сейчас я дочитаю до трех и отправляюсь назад на три года назад. Что теоретически должно было его отправить в предшествующую жизнь. Я сказал, посмотри на свое тело. Он с закрытыми глазами так посмотрел. Я сказал, посмотри на свои столбы. Что ты видишь? Он сказал, что у меня четыре ноги, я овца. Я не делал это. Но он сказал, что у меня четыре ноги. Мама и папа. Наш сын с овцом. Верните нам нашего сына. Он сказал, все, поехали, не успокойтесь. Я думал, что они не останутся сейчас. Они останутся сейчас, и мы закончили. Я не мог на этом остановиться. Я сказал, быстро, идите в голову и спросите, почему ты получил тело овцы. Он сказал. Он сам со своим умом его спрашивал вот так вот про себя. Где-то прошло около минуты. И мне эта минута оказалась целым часом, потому что его отец ерзал на студии, и гора нетерпением вернуть его сына из царства животных. И прошла где-то минута, и вдруг большая слеза. Сточились по щеке из уголка его глаз, как в индийских фильмах. Я сказал, что ты мне хочешь что-то сказать? Он сказал, что в моей прошлой жизни, раньше я был животным. Я был человек. И я был неудачен к животным. И сейчас они будут неудачен к мне. В жизни, до того как я был отцом, я был очень жестоким человеком, который жестоко обращался к животным. И теперь все эти животные будут жестоко обращаться к животным. Он сказал, что, окей, вы не должны идти к Слорда-хазу. Мы можем просто прыгать прямо к Андрею. Нет, но один, два, три, Андрею. Я сказал, что нет, нужно проходить обратно через больницу. То есть сейчас мы вернемся прямо в эту жизнь, когда ты уже стал Андреем. Поэтому раз, два, три, вернулись. И когда он выходил из транса, я сказал, что, смотри, Андрей, есть столько людей. Это чудесные вещи, которые можно есть. Это не интересное, что можно есть. Это вегетентские вещи. Можно есть много чего, без того, чтобы есть мясо. И я позволил, чтобы это просто сердце отчеталось, чтобы со временем он смог по-человечески пытаться. Когда он проснулся, он был совершенно потрясен. Мама, папа, они бросились с него, чтобы обнять. И он стал, что-то говорить, что, да, то, что мы делаем в прошлом, он стал что-то говорить, что, да, то, что мы делаем в прошлом. Потому что он приходит, он не мог толком понять, то есть как-то выразить это должным образом между действиями и последствиями. То есть им все не терпелось меня вытурить из дома. То есть они сказали, спасибо большое, что дверь вот там. У меня была подмышкой вегетарианская книга. Я сказал, да, дверь там, а книга здесь. Меняем. Я сказал, что вы хотите, чтобы я ушел, давайте мне 10 фунтов за эту книгу. Мы тебе дадим все, что угодно, только упирайся отсюда. Как он был такой, как он был, как он был, как он был. То есть они вот так вот меня обгадуривали, а он стоял и махал мне рукой. OK, any questions so far before I tell the next and last story? Если какие-то вопросы, перед тем, как я перейду к следующей, последней истории. Did the boy remember all his feelings from this trans? Yes, yes. Да, да. А можно ли вспомнить рай или ад? Can you remember hell or hellish? Yes, few people do. I don't keep them there very long though, especially in the hell. Некоторые вспоминают, но я их там стараюсь долго не держать, особенностью в аду. Потому что там очень плохо. Потому что там очень плохо. Но на самом деле, поскольку время по-разному течет, скажем, и на райских и адских планетах, то там промежуток времени может быть очень короткий, но он тянется там тысячелетиями, кажется. В то время как на райских планетах один день, то есть шесть месяцев здесь. Мне часто не говорили немножко вам про райские планеты. Но, в принципе, просто, когда я пришел сюда, я делал что-то, что-то было в земле, по-разному, что-то было в земле, и он рассказывал, что он был вверх, и его вверх, и его вверх. Я помню, там вот, кто-то думал, что его там избивали кнутами, причем не кнутами, а смеями какими-то, которые его еще кусали, в общем, когда его... Но на самом деле, изначально, живое существование происходит здесь такого потрясающего места, что вы бы там сознание реально потеряли от восстановления. Если вы хотя бы чуть-чуть или увидите, или услышите, или почувствуете каким-то образом то, откуда мы на самом деле не зашли. И все наши деятельности основаны на проявлениях любви, которыми питает Бога и Он к нам, так как мы его понимаем. То есть там постоянно что-то такое клевое происходит, очень интересно, все время. И там народ не ходит, там все танцуют, как вчера вещают. Там никто не говорит, там все поют. И там прекрасные голоса с прекрасными мелодиями, слухом. И мы частички Бога, Он абсолютно независим, а мы маленькие такие независимые частички тоже. И поскольку у нас есть независимость, мы решили воспользоваться, чтобы уйти оттуда и попытаться быть независимым здесь. Типа того, что я Бог, я могу, то есть являюсь центром всего. И материальные миры строятся для тех живых существ, которые хотят вот так пользоваться своей свободой. Если такой свободы для души не было, тогда не было бы истины в той любви, которую должен питать к нам Бог. Если мы были заключенными в том чудесном месте, мы все равно заключенными, которые там находились по Его воле. Тогда не было смысла слову любовь, потому что любовь началась безусловная. И миллиарды и миллиарды лет назад Веда говорит, что мы пришли сюда и здесь страдаем, наслаждаемся, поднимаясь вверх и опускаясь вниз. И поэтому в религиозных писаниях и святые, они дают очень много совета о человеческом положении. И если в конце концов, то есть мы все это отвергаем, мы отставим в покое, я хочу делать это, я хочу делать то, то в конце концов. Мы опускаемся вниз, и никто нам ничего не скажет, что я хочу, я получу это. Поэтому, к несчастью, для таких людей должен быть хороший пинок, чтобы пробудить их в чувства. Это не то, что Бог это делает, просто материальный мир так устроен, что на каждой поступке есть определенные последствия. То есть я просто почувствовал, что я должен стать эти вещи в защиту Бога, что, по сути дела, ад это скорее наше творение, чем его. И если очень быстро человек приходит в чувство, что да, если я буду делать это, я получу вот это. И, опять же, они начинают их сцены. Так что ничего не eterno, только в святую. Я опять жил, что приходит в чувство потихонечку. Поэтому здесь нет ничего личного, в гречене только в другом мир. Извините, что я тут целую историю прямо до нее еще рассказал. Но если мы сейчас начнем только вдаваться в обсуждение Рая и Ады, то есть люди могут чуть-чуть подумать что-то странное. А я хочу, чтобы вы получили какие-то хорошие ощущения. Я хочу спросить, а можно ли заниматься самодисциплинированным, как бы, настоящим? Если вы самодисциплинированный человек, то можете. И еще вот, какие, ну, методами каких, как, артов пользуются, вот, Джайдил, там, может быть, ГРОВ, Эриксеновский и Дипносовский. Which techniques do you use in your regression sonarics? No, just straightforward Jungian and Freudian type of stuff, you know, going back to the past counting, um, visualization, nothing very fancy, very, very simple. Стандартные вещи, там, по юмку, по фейду. But you can use those other techniques, you can use metaphor, you can use kriya-yoga, breathing. There's so many different things you should do, but if you're going to do them, you should be sure that you can deal with what you're going to see. То есть визуализация и т.д. и т.п. Но вы можете использовать любые другие техники. То есть это, может быть, и там, и kriya-yoga какая-то, и метафоры, и все, что хочешь. Но единственное, что, если вы это будете делать, это быть уверенно в том, что вы сможете справиться с тем, что вы получите. Is that ok? Хорошо? Yes. А сами вот эти старые эмоции могут ли они естественным образом отработать с утроитой жизнью? And this can't be the same? Can't these past hurt emotions in your business? Can't these emotions just get exhausted in this life? Just on their own, without therapy? It's rare. It's rare. And this can't be... Because, um, you have to be proactive about it. Потому что нужно быть в этом плане правдив. То есть, мой опыт такой, что их нужно осознанно убирать. Потому что у нас даже представление вообще никаких, насколько загружено наше тонкое тело нашими предшествующими впечатлениями. Сейчас у вас есть тонкое тело, которое содержит в себе отпечатки прошлой жизни, или одной из жизней комбинаций прошлой жизни. Но впереди... То есть еще тысячи жизней, которые могут быть потенциально, которыми может сложаться или страдать. И даже если в этой жизни вы иногда можете справиться с проблемами этой жизни без всякой психотерапии, то это хорошо. Но все равно наше желание счастья создаст для вас еще одно тело. И если вы не обозначили все самскраисы из всех наших сотен и миллионов, то это будет состоялся в частности из этих действий, но также из некоторых действий назад. Например, у вас был этот сад, который спросил, почему он был слабый. Вы помните? Он сказал, что я знаю последние 100 лет. Почему я слабый? Я не верю. Я не верю. Я верю. Так и раньше. Даже если какие-то последствия, эти впечатления с прошлой жизни, с этой жизнью, мы с ними справимся, то все равно еще сотни и миллионов тысяч жизней из прошлой жизни все равно эти впечатления остаются. И они формируют наше следующее тонкое тело, следующее рождение, какие-то истории про это. То есть был этот мудрец слепой, который спросил, почему он был слепым, потому что он знал свою прошлую жизнь. То есть это было где-то за 100 жизней до этого, и он сейчас расплачивается за это. И то, что я делаю, то, что пытаются делать религиозные люди, они стараются увеличивать и увеличивать свою благчестивую деятельность. И говорится, что когда мы повторяем вина Бога, потому что они не отличны от Него самого, то есть эта практика полностью растворяет, то есть это тонкое тело. Поэтому в этой жизни у вас есть ваша прорабда карма, то есть те реакции и последствия, которые уже созрели, но Бог его знает, что там еще в прошлой жизни было. Это очень-очень глубокий тема. И я не буду переживать, что у меня есть ответ на все вопросы. Поэтому я просто имею дело с конкретными проблемами, с которыми люди приходят, и если что-то есть, чему нет особого объяснения, то я предполагаю, что возможно это было в прошлой жизни, или же в ранние годы в этой жизни. Даже когда они находились в угробе матери. Я просто отвечаю на другую часть для этого ребенка. Вы можете также использовать НЛП, это очень хорошо. То есть отвечающего там... Вы будете в связи с частью, которая знает о вашей жизни, и вы развиваете целую связь с этим. Но я не хочу обратиться к этому. Можно так и видеть, то есть использовать всевозможные методики НЛП, типа того, что можно обратиться к своей части, которая знает о прошлой жизни, и с ней наладится контакт, она будет что-то рассказывать. Ну так и иначе, то есть самые разные методики. Я хотел бы услышать, но наиболее детские методы, или это как бы на... ... Sorry? What are the most efficient techniques? Well, I don't know, I can only say what works for me. You'll see later. But people are so different. No, разные люди, все разные. And sometimes one technique won't move a person at all. Then you have to come in another way. Or another way. Sometimes people are kinesthetic, and you're using language which is visual, that is wrong. If they're kinesthetic, they're feeling people, they're not visually oriented so much. So you. You won't say to them phrases like, you see what I mean, and look at that, and what do you visualize them. That won't mean anything to you. So everybody's wired up differently. Okay. Last question. Last question. I don't know. Please hear. What would be the best way to set up one's mind now for the upcoming regression, in order to take the best advantage of this? And on the other hand, what could be the negative consequences of this, when somebody just encounters some negative information in his past life? Okay. First thing is, just enjoy yourself. Just enjoy the evening. That's the best set up you can do. If you get too much into, I must do this, I must be like that, you're going to stay within waking consciousness, free. Don't worry. Second question. Second part of the question. Yes. If there's negative material, how the people see or feel our experience this evening, we will free it by God's grace as you understand God. You won't be left with some hellish thing, even though I have to say this is not an ideal situation. But whatever happens, I haven't lost one yet. I haven't lost one yet. What one? One person. And if I take you back to a previous life, when you're having a great time, put your hand up. Let me know. I'll come round and collect another thousand rubles and let you stay there for another hour. I'll come round and collect another thousand rubles and let you stay there for another hour. Anyway, last story, and then we'll start. So I'll just tell you this quickly, because this is probably my most astonishing story, even though there are thousands of stories. As my daughter said, Dad, I want to do, I want to do this regression stuff. When she was sixteen, so I said, no, you're too young. Actually, she's not really too young, but I thought it wasn't the time. So I said, okay. What do you want to do? She said, I want to go back to my last life. She's a sonambulistic trance, so very deep. So she went back to her last life, and she was an Anglo-Indian girl. And then each week we would meet, I think it was a Monday night, she'd come in the bedroom, lay on the bed, and I would take her back to another life and another life. So on the seventh week, I took her back and I said, who are you? So she said, Wolfgang. Where are you? Where are you, Wolfgang? She said, I'm at the Empress Palace in Schombrum, in Vienna. And I thought, at last, we've got some roti in the family. I've been such a shudra myself, that I was trying to leave it down, and now I can leave it down. So you live there, yeah? No. My heart. What are you doing there? What are you doing there? She said, I've come to play forte piano for the Emperor. Which piano? Forte piano. You never hear that now, never in the West. Here we call it forte piano. There, in England, Europe, we don't call it, we just call it grand piano. Anyway, so, or piano. Anyway, Russia is 400 years behind the tent, I would say. That's a new joke. It's a bad one, but it's a joke. So I said, are you good? Did you play the piano well? I said, well, you're good. You play the piano well? You play the piano well? She said, I'm the best in the world. I'm the best in the world. I said, how old are you? How old are you? She said, I'm six. I said, I'm six. She said, I'm here with my sister Ninel. She played for the Emperor. So, I don't know if you've heard such a name about us as well. Ninel, that's a weird name. So, I said, okay, well, you know, tell me all about it. So, I thought, hang on a second, this can't be. And he said something about my father Leopold. I said, well, who is this person? So, I thought, well, maybe she's too young to write a signature. So, I took a signature. I said, go to when you're older. And my daughter is left-handed. And she writes kind of like that in her words. Like that, you know. Anyway, she just took it with her right hand. And she wrote Wolfgang Amadei instead of Amadeus. Mozart, the two T's instead of one. And she wrote Wolfgang Amadei, not Amadeus, Amadei, Mozart, the two T's. So, I thought, ah, everybody wants to be famous. She's going to be wrong. So, therefore, it's just some, you know, operation of her mind. So, I just kind of tolerated her. Of course, yes, of course. And so, then she said, I took her back to when she was at the Empress Palace. And now she's playing in the corridor, which is highly polished. And she said her name was Marie Antoine. So, I, you know, I thought, Marie Antoine? Oh, she's got that wrong as well. I didn't know, I thought, well, Marie Antoine is the French king's wife. But, of course, I was later to find out, when I started to actually read books about Mansar, that indeed, Marie Antoine was the daughter of the king, or the Amadeus. But, of course, I was later to find out, when I started to read books about Mansar, that indeed, Marie Antoine was the daughter of the king, or the Amadeus. And I slipped over, because it's highly polished. And I hit them in my head. And, of course, she said, I was playing in the corridor with Marie Antoine. And there was a lot of pain. And then I fell down and fell. And Marie Antoine picked me up and kissed me. And I asked her to marry me. And Marie Antoine put me up and kissed me, and I asked her to marry me. And I thought, that's sweet, but so what? Who can tell? That's not ... Who could tell? Ну, конечно, она тебя поцеловала, то есть не вопрос вообще. То есть я так вежливо с ней говорил, но особенно серьезно это не принимаю. Когда мы закончили сессию, она никакого впечатления не получилась. Ну, я тоже особенно серьезно к этому не отнес и думал, ну, что это на самом деле было. И она неожиданно стала спонтанно вспоминать. Она посмотрела и сказала, пап, а ты в той жизни был моим другом. А теперь ты в это не веришь. Но ты был моим другом. Я говорю, правда? Она сказала, тебя звали Томас Линли. Она сказала, кто такой Томас Линли? Она сказала, что он в те времена был самым, 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 самым. То есть великим музыкантом, скрипачемом. Ему было столько времени одного возраста. И вдруг она начала плакать, на самом деле плакать. И она сказала, что ты ее случайно лодкой перевернулся и ты утонул в Англии. Я подумал, да, странно. Я стал всякие книжки по истории просматривать, словари. И там он написал, Томас Линли, английский Моцарт. И Гуранки сказали, что они познакомились там, где-то в одном из турне по Европе. И она сказала, что он умер в 23-м в боевом accidentе в Грайм-Торпе в Англии. И там было написано в этом словаре, что он утонул во время, то есть случайно во время того, когда водка перевернулся в каком-то там жалке в Англии. Это именно то, что мне Гуранки сказала. После этого я стал изучать книги про Монсарта и задавать ей всякие вопросы. И она на все отвечала. И затем я нашел эту подпись. У нас, на самом деле, у меня с собой ноги есть, просто моя помощница заглядывает и принесет. Но это совершенно потрясающая вещь. И самое интересное, что это, потому что это было неспешно. Но Моцарт упрямлял его название и менял литры. И написал два Т, вместо одного, или Амадео, или Амадеус, или Амадей. И мы нашли эту конструкцию. И мы нашли эту конструкцию с правильным названием. И потом она сказала, что наконец-то я понял, почему я терпеть не могу Сиддхарту. Это ее младший брат. Она всегда хотела младшего брата. И потом, когда она родилась, она к моей жене сказала, что я хочу младшего брата, но не этого. И она все время с ним очень плохо обращалась на Сидарта. Я осознал, почему я не люблю Сидарту. Она сказала, он Моно. Он меня все время мучил, он меня очень сильно завидовал. Это был предлог. Мы с ним были в разных институтах, где я проводил массовые сеансы групповой регрессии по 400 человек. Мы были в колледже и Гуранги хотел посмотреть, как у меня это получается. Когда они увидели Гуранги, они сказали, что это Моцарт? Потому что я был в несколько раз. И когда они увидели Гуранги, это тот самый Моцарт. То есть и так, кто был Моцартом, то я там несколько раз уже был до этого. Я сказал, да, я забыл. Мы не будем делать это. Нет, нет, мы можем регрессировать. Я сказал, да ладно, ладно. Они сказали, давайте проведем регрессию с ней. Образовываю показательную. Потому что она лев, я не знаю, кто тут есть. Я сказал, ну хорошо. Мы садили на стол. И я сказал, да. И тогда один из этих мужчин, очень умный ученый, пошел в его комнату. И он вернулся с очень полным книгом Моцарта. И когда его садили, там один из этих мужчин, очень умный ученый, побежал к себе в кабинет и притащил целую пачку писем Моцарта. Только представьте, что он будет делать. Он хочет, чтобы я отправил его во время, где она написала. Потому что там были и время, и дата стояла. И он спрашивал, что там в книге. Можете представить, какой был вызов? Я хотел ему по физиономии съездить. Я не видел таких очень умных в академической среде. Вольфган, ты отправишься во 2 августа, в 2.30 дня. Я помню, что это правда. Конечно. То есть, клянусь, это все-все, обещаю. Все так же, нормально. Какой-то ты ищет. Какой-то ты ищет. Я обещаю. Я не запомню, какой-то там год. Я спросил, что ты делаешь. Я спросил, что ты делаешь. Она сказала, что я пишу письмо своей двоевной сестре, Мариян Текла. Я это имя ни разу вообще не слышал. Но там действительно было письмо этой самой Мэрии, Текла. Он говорит, что там, что там, спроси ее, что там написано. Я сказал, Моцар, что ты делаешь? Я чувствовал, что ты делаешь. Я чувствовал, что ты делаешь. Я, честно, совершенно нерзко. Такой гад задавал все эти дурацкие вопросы. Она сидела, вот так танцовала. Начала смеяться. И она так смеялась, что чуть-чуть не со стула не стала падать. И я подбежал, схватил ее, что она уже падала буквально. Как вы можете заметить, я такой хулиганист. То есть это хулиганист. То есть, когда он подбежал, он сказал, что я рассказываю, что я рассказываю, как можно по-разному в туалет ходить. И на самом деле именно это в этом письме и было. То есть это была первая часть про то, как писаться и как отца, а вторая, наверное, была еще хуже. То есть она опять начинает покатывать со смехом. То есть она опять начинает покатывать со смехом. Что мы в пивном погребке. То есть убиты все. То есть мы сейчас берем пустые бутылки. Наполняем соответствующим. Ставим там в стороночку. Затем подходят пьяницы. Это было в письме. Так, конечно, вы можете понять, насколько убежомо все в том, что это все правда. Есть вопросы перед тем, как мы перейдем к второй части. Я ничего не вижу.